Объявлен тендер на утилизацию крупнейшего в мире корабля-разведчика «Урал» ВПК Разведывательный корабль «Урал» проекта 1941 Источник, Роман Каратенко, wikipedia.org Газкорпорация «Райсатом» объявила повторный тендер по утилизации крупнейшего в мире атомного разведывательного корабля «Урал». Начальная цена контракта составляет свыше 1,23 миллиарда рублей, что вдвое превышает первоначальную стоимость работ. Соответствующая заявка размещена на портале «Газзакупок», передает РИА Новости. Место выполнения работ – бухта Большой Камень в Приморском крае. Электронный аукцион назначен на 5 ноября. Сроки завершения работ при этом сдвинулись на один год вперед, до 30 ноября 2017 года. Как уточняется в документации, отработавшее ядерное топливо было выгружено из реакторов корабля и вывезено на переработку в конце 2009 года. Как заявлял генеральный директор ГУП «Росатом» флот Госкорпорации «Росатом» Вячеслав Рукша, парогенераторы и другие запчасти большого разведывательного корабля «Урал», списанного из состава ВМФ и ожидающего утилизации на дальневосточном заводе «Звезда», будут использованы для ремонта действующих атомных ледоколов. Ранее сообщалось, что первый тендер на утилизацию корабля был объявлен еще в 2008 году. Большой разведывательный корабль «Урал», БРЗК ССВ-33 «Урал», минус самый большой в мире корабль разведчик, единственный корабль проекта 1941 «Титан», по классификации НАТО. Капаста. Самый большой в СССР и России надводный корабль с ядерной энергетической установкой «ЕО». Главному конструктору «Уралами» Хаилу Архарову за этот уникальный проект было присвоено звание Героя социалистического труда. Кроме того, будучи гражданским лицом, он получил воинское звание контр-адмирал. Спущен на воду в 1983 году, вошел в состав ВМФ СССР в 1989 году. В 1989 году, после вступления в строй, «Урал» совершил 59-дневный переход к постоянному месту несения своей службы на Тихий океан. На Тихом океане «Урал» базировался в поселке Тихоокеанский. «Урал» нес вооружение, по одной 76 мм артиллерийской установке АК-176М в носу и в корме, четыре шестиствольные 30 мм арт установки АК-630 и четыре двуствольные 12,7 мм пулеметной установки «Утес-М». На корабле были установлены и средства «Обдом», четыре установки комплекса «Дождь» для стрельбы специальными глубинными бомбами против подводных диверсантов. Кроме того, корабль имел ангар, в котором размещался вертолет Ка-27. Всего экипаж корабля состоял из 890 человек, из них не менее 400 – офицеры-мичманы. Персонал разведывательного комплекса подразделялся на шесть специальных служб. Основой радиоэлектронного оснащения корабля являлся разведывательный комплекс «Коралл», в том числе включающий в себя две ЭВМ типа «Эльбрус» и несколько ЭВМ ЕС 1046. Водоизмещение корабля – стандартное, 32 780 тонн, полное – 34 640 тонн. Длина – 265 метров. Ширина – 30 метров. Осадка – 7,8 метров. Автономность – 180 суток. Из-за многочисленных поломок и аварий «Урал» так и не попал туда, для чего и строился католу Кваджолейн. К месту ракетного полигона Вооруженных сил США, но и с точки своего постоянного базирования «Урал» успешно контролировал северную часть Тихого океана, перехватывая радиообмен в сетях ВМС, ВВС и ПЛО США. Инстанциям очень хотелось узнать параметры американских ракет с тем, чтобы принять соответствующие меры противодействия. Ну и поэтому корабль должен был распознавать, иметь радиоэлектронное вооружение, обеспечивающее распознавание боевых частей. Созданием корабля-разведчика, получившего наименование «Урал», занималась ленинградская ЦКБ «Айсберг». Его главными конструкторами последовательно были Александр Василевский и Владимир Тарасов. Обеспечить постройку корабля должен был Балтийский завод, где в это время сдавались первые тяжелые атомные крейсеры типа «Киров». Но закладка нового атомохода не входила в планы военных моряков. Они считали, что это затормозит вступление в строй ракетных крейсеров, и потому строить «Урал» нецелесообразно. Об этом при утверждении проекта корабля было доложено на Совете обороны страны. Между главкомами войск ПВО и военно-морского флота разгорелась острая дискуссия. Вдруг раздался голос командующего ПВО генерала Батицкого Горшков. Почему это ваш контр-адмирал излагает тут антипартийные взгляды? Как антипартийные взгляды, сказал Сергей Георгиевич, удивился. Он же, есть же, его выступление противоречит решениям Совета министров и ЦК КПСС о создании корабля проекта «1941». Под нажимом министра обороны СССР Дмитрий Устинова Сергей Горшков отступил. И в июне 1981 года строительство корабля было начато. Разведывательному кораблю «Урал» до сих пор нет аналогов в мире. Его размеры поражали воображение. По длине он превосходил два футбольных поля, а по высоте достигал 28-этажной башни. Атомоход на 7 тысяч тонн превзошел по водоизмещению тяжелый ракетный крейсер типа «Кира». Но основное вооружение у него представляли не ракеты и артиллерия, а 7 мощнейших радиоэлектронных комплексов. С их помощью можно было расшифровывать характеристики любого космического объекта на удалении полторы тысячи километров. Уникальная спецаппаратура позволяла, например, определять по выхлопам двигателей баллистических ракет секреты их топлива, а в полете состав теплозащиты ядерных боеголовок. Над ее созданием трудились коллективы 18 министерств Советского Союза. Не случайно стоимость комплексов в 210 миллионов рублей превысила половину затрат на строительство корабля. В те годы на эту сумму можно было вооружить танками целую дивизию. В конце 70-х для начинки Урала спецаппаратурой было создано особое ленинградское производственно-техническое предприятие. В течение 13 лет с первого и до последнего дня монтажом вооружения уникального корабля руководил Олег Золотов. Чтобы вести в строй такой гигант, ему пришлось приложить неимоверные усилия. Очень суровый режим был. Где-то там в 84-м году я был на грани нервного срыва. Ну, 3,5 тысячи народу работало на корабле в пик на стройке. Самой сложной проблемой оказалось размещение на корабле оборудования, созданного для эксплуатации на суше. Всем палу пришлось прорезать насквозь, до дна. Притом вырезы такие солидные, пятна на 2,5 метра. Вот опускаешь туда аппаратуру, вот, потом, значит, завариваешь палубу, и только после этого ты можешь начинать там монтаж, что-то делать. Потом на этой палубе ставишь следующую аппаратуру, опять вверх, не вверх, завариваешь. И так вот, система жуткая была, конечно. В итоге строительство Урала заняло 7 лет. Но в декабре 88-го одновременно с тяжелым ракетным крейсером «Коленин» этот корабль вступил в строй. Он стал четвертым надводным атомоходом Советского флота. В августе следующего года состоялся его звездный час. Урал начал переход на Тихий океан. Режим секретности вокруг него был настолько велик, что на нас дошли только несколько фотографий корабля. Поход морского разведчика вызвал грандиозный интерес со стороны спецслужб НАТО. Начиная с Балтийска и до прихода в Владивосток, мы ни на секунду не оставались без внимания. Сразу прицепился «Ореон» на рост этот самолет. И они так сменяли друг друга. Потом, значит, корабль обязательно какой-нибудь шел. Сторожевик там и сменил. Иностранные разведчики терялись в догадках, настойчиво выясняя назначение «Урана». Но это не помешало экипажу под командованием капитана первого ранга Ильи Кешкова выполнить свою боевую работу. Моряки своевременно обнаружили старт американского космического челнока «Колумбия» и вывод на орбиту двух спутников оптико-электронной и радиотехнической разведки, запущенных по программе «Звездных войн». Были записаны параметры РЛС многих иностранных военных баз, кораблей и самолетов. А в Индийском океане удалось поднять на борт даже американские трофеи. Они стали обкидывать нас буями там, всякими там, чтобы шумовинтов записать. Командир там быстренько катер спустил, все буи собрал. Позже эти буи передали для изучения заинтересованным ведомством. Два месяца потребовалось Уралу, чтобы в сентябре 89-го прибыть к месту своего постоянного базирования в Приморье. Тогда еще никто не знал, что это был первый и последний поход великого корабля. Вскоре СССР прекратил свое существование, и атомоход поставили на прикол под Владивостоком. То разведке не хватило сил для его содержания, то ему передали 10-й скадре. 10-й скадре занималось его подготовкой к выходу в море. Очень много было приложено сил, оставалось там какие-то мелочи. И потом сама идея этого выхода в море, чем дальше мы отходили от 91-го года, тем она все меньше и меньше. Потом он стал просто никому не нужен. В условиях экономического кризиса сохранить уникальный атомоход-разведчик с дорогостоящей аппаратурой не помогло даже обращение к президенту России Борису Ельцину. В эксплуатации он сложен, и в команде, которую собирали, со всех училищ, с пехотных, с воздушных, морально даже не готовы были к корабельной службе. Представления не имели об этой корабельной службе. Единственное, что они ломали и кручили. Там одно золото было похищено, килограмма, а серебра тонны. Не нашлось места Уралу и в проекте плавучей атомной электростанции. Конечно, обидно, да. Обидно. Ну, то что, что ты скажешь. Кто виноват, понять сейчас очень тяжело. Я всегда считал, что он мог быть востребован и сейчас, и мог бы работать, и, может быть, даже и деньги зарабатывать. Летом 2008 года корабль «Урал», простоявший без действия 19 лет, отправили к месту разделки на металлолом. Опыт, который получили конструкторы при его создании, может пригодиться им и в будущем.